На открытии нового тренировочного катка для воспитанников детско-юношеской школы Тороса были все. Это руководство города хоккейного клуба Торос, высшей хоккейной лиги и, конечно, хозяева нового объекта – маленькие хоккеисты вместе с родителями. И открытие новой ледовой коробки – это прекрасный подарок нашим детям в день и в честь юбилея нашего любимого города. После символического открытия нового спортивного объекта гости праздника осмотрели внутреннее убранство. Семь уютных раздевалок имеют прямой выход на лед, и их уже оценили мальчишки. Среди гостей праздника был и заслуженный тренер России, и многократный чемпион мира и Советского Союза по хоккею Борис Михайлов. Он вспомнил свое детство и отметил, что нефтекамским ребятам очень повезло. Я вырос на улице. Такой искусственный каток я узнал только в 20 лет. А вот сейчас. А сейчас вы… Я говорю, я же не просто так сказал, что я вам завидую. Вот у меня внук такой тоже занимается хоккейом. Кульминацией мероприятий стало шоу на льду нового крытого катка. Хоккеисты вынесли флаги команд, участниц высшей хоккейной лиги и изобразили олимпийские кольца как символ стремления к новым достижениям и спортивным победам. О том, что нефтекамский лидер среди городов с развитой спортивной инфраструктурой, говорил и управляющий директор высшей хоккейной лиги. Небольшой город, нефтекамский, имеет такую инфраструктуру, которую позавидовали многие. Многие клубы, многие города-миллионники, где такого нет, к большому-большому сожалению. Я думаю, это станет примером всем, всем губернаторам, всем тем, кто занимается хоккеем и будет вкладывать хоккей. Строительство крытого катка, общая площадь которого составила 4,5 тысячи квадратных метров, продолжалось 10 месяцев. Свою благодарность за осуществление мечты воспитанников ДЮС США Тарос на пресс-конференции высказал и директор хоккейного клуба Арамиль Усманов. Уникальный спортивный комплекс ледовый, там 7 детских раздевалок, то есть мы до 400 детей можем комфортно разместить. Лилия Ахметова при поддержке телекомпании ЮТВ